В прошлом году коронавирусная инфекция унесла жизни около 20 беременных женщин. Об этом сообщили в Минздраве. В таких случаях возникают резонные вопросы. Какое влияние COVID-19 имеет на будущую мать и плод? Насколько опасна эта вирусная инфекция? Какие могут быть последствия? Эти и другие вопросы я задам нашему гостю. У нас в студии заведующая женской консультацией городской поликлиники номер один Аида Мирханказа. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вы лечите беременных женщин от коронавируса? Лечение беременной женщины коронавирусной инфекцией проводится на амбулаторном и стационарном уровне. Лечение проводится согласно 126-му клиническому протоколу, разработанному Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Имеется четыре стадии течения коронавирусной инфекции у беременных. Первая – это легкая форма, когда проводится наблюдение и изоляция на амбулаторном уровне. Наблюдение мобильной группы и симптоматическое лечение. Дальше средне-тяжелые, тяжелые и критические состояния, они лечатся только на уровне стационара. Соответственно, с клиническо-лабораторными исследованиями и мультидисциплинарными группами. Скажите, а как сегодня развиваются методы диагностирования во время беременности патологий у плода? Все женщины в Республике Казахстан, которые зарегистрировались на диспансерном учете по беременности, с 11 недель до 13 недель 6 дней должны проходить обязательный скрининг. Это первый ультразвуковой скрининг, который проводится. И после него берется биохимический скрининг. Кровь у женщины берется на наличие хромосомной патологии у плода. Это четыре хромосомные патологии. Исследуется синдром Дауна, синдром Паттау, синдром Эдвардса и синдром Тернера. Затем следующий скрининг проводится с 19 недель до 21 недель 6 дней, где основной целью ее является выявление врожденных пороков развития. И вот эти два скрининга являются самыми основными, когда решается вопрос о вынашивании дальнейшей беременности. Ну и третий скрининг у нас проводится 30-32 недели. Это уже подготовка к родам. Скажите, а какие профилактические меры должны соблюдать женщины во время беременности? Ну, профилактические меры должны начинаться еще до беременности. Женщина должна готовиться к беременности, обследовать свое здоровье. И беременность должна быть запланированная, она должна быть желанная. И затем, когда она запланирует, за два месяца до предполагаемой беременности, она обязательно должна начинать пить фолиевую кислоту. Это называется предгравидарная подготовка. Для чего? Для того, чтобы ребенок правильно формировал с нервной трубкой у плода. И пьет эту фолиевую кислоту до 12 недель. Затем вторая подготовка – это профилактика аномии. То есть с первых же дней беременности необходимо начинать препараты железа. Потому что аномия приводит к различным осложнениям, как в организме женщины, так и у плода. Третье – это так, как мы относимся к эндемической зоне по йод-дефициту, она должна определить уровень йода. И при необходимости также принимать микроэлемент йода обязательно. Это тоже очень большое влияние оказывает на течение беременности, на правильное течение беременности. Ну и плюс личная гигиена, свежий воздух, психоэмоциональная обстановка в семье. Это все тоже является профилактикой желанной беременности. Айдамир Ханкозе, буквально в двух словах, можете сказать, влияет ли вакцинация на беременных женщин? Ну, вот в нашей городской поликлинике номер один с прошлого года, с ноября месяца, мы вакцинировали 93 женщины. Вот 423 у нас состоит на учете, и вот из них 93 сроки от 16 до 36 недель мы вакцинировали. Но по нашим наблюдениям, мы всех этих женщин наблюдали до конца беременности, они все благополучно родили, они не болели коронавирусом. То есть это доказывает о том, что в общем-то вакцина абсолютно не влияет на развитие плода. Айдамир Ханкозе, спасибо, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, у нас в гостях была заведующая женской консультацией городской поликлиники номер один Айдамир Ханкозе.